Цветочная жизнь дам и барышень серебряного века впервые в центре внимания сотрудников музея-заповедника Горки Ленинские. Уникальную четырехмесячную программу задумали вместе с коллегами. Один из любимых наших выставочных проектов «Пальма и роза» Зинаида Морозовой, потому что нам очень хотелось рассказать об этой героине усадьбы Горки, которая, собственно, более ста лет назад так ее преобразила и во многом определила, на самом деле, ее дальнейшую судьбу. И то, что усадьба сохранилась, и то, что она имеет такое важное значение в историческом контексте страны. Выставка объединила представителей крупнейших музеев московского региона и научно-исследовательских организаций в области изучения охраны природы. Очень сжатые были сроки и очень большое количество партнеров. Такого у нас еще не было. На церемонии торжественного открытия особо отметили, что многие музейные экспонаты выставляются впервые, а высадка росток – вообще историческое явление в жизни усадьбы I-III XIX века. Я очень рада, что мне дали возможность вернуть в эту усадьбу немножко женственности, потому что здесь все очень изящно и красиво. И Зинаида Морозова, которая была последней дореволюционной владелец этой усадьбы, она была очень женственна и очень любила себя окружать прекрасными вещами – пальмами, розами, фарфором, золотом. Жизнь в подмосковной усадьбе, вкусы и привычки обитательниц – обо всем этом смогут узнать гости музея-заповедника. В этой экспозиции каждая единица хранения с невероятной историей и судьбой. Савва Тимофеевич Морозов – это, естественно, его родина Орехово-Зуева, родина Зинаида Григорьевна Орехово-Зуева. И мы чтим обоих, и с удовольствием приехали сюда. И то, что наконец-то возникла, вот эта мысль вспомнить о Морозовых, о Зинаиде Григорьевне в частности, нам придает большой радость. Выставка продлится до 22 октября. Запланировано немало интересного – пешеходные экскурсии, концерты, встречи с профессиональным агрономом. Галина Житкова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова